Память, верный наш хранитель, даёт подсказки и тогда нам что-то в сердце вдруг напомнит. Он с нами здесь и был всегда. На митинг, посвящённый светлой памяти, Али Куджева в этот день собрались его коллеги, друзья, родные, а также общественные и политические деятели республики. Все они добрыми словами вспоминали родного человека, которому суждено было так рано уйти из жизни. Мы все знали его не только как коллегу, но и как настоящего друга. Яркого, порядочного и честного человека, великолепного руководителя. Он первым приходил на помощь в любой ситуации. Его доброе сердце и широкая душа всегда были распахнуты для нас. Али Магомедович стоял у истоков формирования системы федерального государственного экологического контроля на территории Северокавказского федерального округа. Возглавляемое им управление достойно решало и решает, что нужно отдать должное. Сегодня задачи по обеспечению экологической безопасности и сохранению природоресурсного потенциала Карачаева-Черкесии. Для него патриотизм не был абстрактным понятием. Он любил свою малую родину, трудился на ее благо, бережно относился к ее истории, трудился к культурному наследию и традициям. Он много времени уделял решению проблем молодежи, оказывал всестороннюю поддержку молодым людям, создавал им благоприятные условия для самореализации. Работая на ответственных должностях, он всегда был целеустремленным, активным и ответственным работником, который глубоко любил свою малую родину и трудился на ее благо, говорили выступавшие. В период руководства в управлении Росприроднадзором Али Куджев за свою работу был удостоен множества наград, в их числе почетный знак за отличие в службе, почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, звание заслуженный работник Государственной службы Карачаева-Черкесии. Имя Али Куджева было внесено на доску почета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Коллеги вспоминали его как мудрого руководителя, но для друзей и близких он останется в памяти как порядочный, скромный, удивительно добрый и отзывчивый человек. Я хотел бы от имени Савропольчан, от имени всей родной Карачаева-Черкесии сказать, сколько он сделал, сколько он вложил для того, чтобы Карачаева-Черкесия цвела и расцветала. Я хочу сказать о нем только добрые слова. Мы с ним работали вместе, трудились вместе, мы друг друга понимали, мы друг друга уважали. И правильно здесь сказали, что здесь от него только можно было услышать доброе слово, замечательное слово. Я благодарю всех тех, кто пришел сюда сегодня, в этот зал, для того, чтобы почтить его память. Да, так случилось. Беда большая прошла год тому назад. И нашего друга, нашего товарища, к сожалению, забрала с собой. Большой период жизни Али Магомедовича был связан с комсомолом. Он работал в Карачаево-Черкесском обкоме ВЛКСМ, в штабе студенческих строительных отрядов, возглавлял бюро международного молодежного туризма. В этот день, выразить слова скорби, родным пришли и соратники Али Магомедовича по комсомолу. Они вспоминали юношские годы, называя его не иначе, как наш Алик. С одной стороны тяжело, с другой стороны легко говорить о Алике. Тяжело, потому что в прошедшем времени. Легко все самые хорошие, прекрасные петиты подходили к этому человеку. Внимательный отец, заботливый сын, замечательный друг. Он никогда не был таким пушистым. Он мог быть жестким, но говорил это всегда в лицо, и никогда никаких обид не было. Здесь много говорили о его трудовой деятельности, мы сейчас как-то это не будем трогать. Просто такие дружеские, человеческие отношения. Прекрасный, замечательный друг. Иногда приходилось садиться в лицо, говорить, если я тебе в лицо не скажу, никто другой этого не сделает. Очень тяжело. Светлая ему память. От имени рода Куджевых всех пришедших на митинг поблагодарил брат Али Макомедовича. Разрешите вас поблагодарить за замечательную организацию, от светлой памяти нашего брата, замечательного сына, отца, друга. В действительности мы не только были как братья, мы были как и друзья, близкие. И хочется поблагодарить вас всех за ваше участие в День памяти и его открытие мемориальной доски. Боль у нас. Я очень благодарен вам. И желаем вам всего самого хорошего, чтобы мы поменьше собирались по таким датам. В этот день близкие не могли сдержать слез, ведь боль от утраты, свежа еще в их сердцах. Али Макомедовича не стало 22 марта 2017 года. Он скончался от тяжелой болезни. И вот спустя год в стенах управления Росприроднадзора по Карачево-Черкесии в его честь была открыта мемориальная доска. Это событие стало возможным благодаря инициативе его коллег и при поддержке большой группы комсомольских работников и друзей Али Куджева. Хатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.